Привет, мои юные художники! Мы снова с вами видимся на экране, а это значит время нашего следующего видео урока. С вами по-прежнему я, Анастасия Павловна, и вы, мои любимые ученики. Итак, сегодня мы с вами поговорим об очень простом предмете, а точнее живом организме, который наверняка есть в каждой квартире и в каждом доме. Как вы думаете, что это? Это, конечно же, зеленое растение, которое растет в горшках, а иногда и в палисадниках и садах. Ребята, а вы никогда не задумывались, почему растения имеют зеленый цвет? Растения имеют зеленый цвет благодаря особому веществу, который называется хлорофилл. Что же такое хлорофилл? Это особый зеленый пигмент, то есть краситель, который есть в листьях растений и который позволяет осуществлять такой интересный процесс, как фотосинтез. Дело в том, что благодаря фотосинтезу растение может вырабатывать такие важные и нужные на земле вещества, как крахмал, сахар и белок. А это своего рода строительный материал для таких существ, как мы с вами, для животных и человека. В этом интересном процессе растения используют энергию солнечного света. Ребята, важно знать, что экологическое благополучие нашей планеты напрямую зависит от состояния зеленого покрова нашей планеты. Как же происходит этот интересный процесс? Ребята, интересно, что растения вырабатывают кислород из углекислого газа и воды. Углекислый газ они получают из окружающей атмосферы, а воду из собственных клеток. Без солнца, ребят, растение, к сожалению, не может существовать. Но интересно, что солнечные лучи, попадая на листки растений, прилавляются в спектр. Спектр, ребят, это наша с вами знакомая радуга. И таким образом растения поглощают разные по цвету световые потоки. Интересно, что в хлорофилл, именно в этот пигмент, превращается только красная и фиолетовая часть спектра. А вот зеленая часть спектра не нужна в этом процессе, поэтому она остается на поверхности листьев, из-за чего листья приобретают такой интересный зеленый окрас. Посмотрите внимательно на экран. Теперь вы видите, какими растения могли бы быть без зеленых хлорофиллов. Интересно, что при увядании молекулы хлорофиллов становится меньше, и поэтому растения приобретают разные оттенки желтого, оранжевого и красного цветов. Ребят, теперь мы с вами знаем, какую важную роль выполняют растения на земле и даже в нашем собственном доме. И сегодня мы с вами посвятим наш рисунок именно им. Ребята, сегодня мы с вами будем рисовать декоративный натюрморт нашего растения в горшке. Для этого вам нужно посмотреть внимательно по сторонам и выбрать свое самое любимое растение. Первое, что мы делаем, это намечаем среднюю линию, то есть линия, которая делит мысленно наш цветок пополам. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы наш цветок не упал ни вправо, ни влево. После того, как мы наметили линию, ее мы делим на две части, на нижнюю часть и верхнюю, часть горшка и часть цветка. Когда мы наметили, теперь мы можем начать рисовать горшок. В моем случае он у меня похож на вытянутый овал. У вас это может быть конус, может быть прямой, может быть наоборот, похож на треугольник или на квадрат. Вот такой овал у меня получился. Теперь я рисую горлышко для нашего горшка и донышко, которые у меня будут немножечко сужаться. Теперь обведу точно части контура горшка, чтобы не запутаться, а все лишние линии могу стереть. Вот такой горшочек у нас получился. А теперь приступим к рисованию самого цветка. У меня цветок с большими листьями, которые крепятся к его стеблю. У стебля есть направление, оно немножко изогнутое. Это же движение повторю на листе, а затем простыми линиями намечу линию роста листьев. Вот такие вот намеченные линии у меня получились. А теперь каждую линию словно оборачиваю в толщину листа, чтобы придать ему форму. Форма моих листьев имеет такую перевидную форму. Вот такие листики у меня получились. А теперь добавлю толщины самому стеблю и свяжу его с листьями. Для этого просто добавлю дуги от середины линии к краям листов, чтобы у меня было впечатление, что листики растут прямо из стебля. И также стеркой стираю все лишнее. Чтобы нарисовать стрекозу, рисую ей маленькое овальное тело, два круглых глаза и по две пары вытянутых крыльев по обеим сторонам и вытянутое тело хвостик. Вот такая стрекоза у меня получилась. Добавлю еще одну где-нибудь внизу. А теперь поработаем немножко с самим горшком. Я хочу, чтобы горшок у меня был как большой дом для разных маленьких обитателей. Поэтому прорисую ему окошки, лесенки и разные маленькие балкончики. Окошки могу рисовать абсолютно разной формы, чтобы дом выглядел интересней. А теперь, ребят, для работы нам понадобятся синяя или черные ручки. Я покажу вариант обоими ручками, чтобы вам было понятней. И начну с синий. Первое, что нужно сделать это, ровно обвести по контуру какой-нибудь листик. Обводя линию, можно делать несколько штрихов, чтобы контур был ярче. А теперь заполню мой листочек каким-нибудь узором. В моем случае это будут пузырьки разной формы. Вот такие пузырьки у нас получились. А теперь некоторые из них закрашу. В итоге получится у нас вот такой интересный листик. Таким же образом заполняю все оставшиеся листы. Могу заполнять их совершенно разными узорами. Например, полосочками, например, каким-нибудь шахматкой или же елочкой или может быть какими-нибудь интересными геометрическими формами. Главное, чтобы каждый листик отличался друг от друга. И в вашей композиции мы могли видеть как светлые листы, как темные, так и серенькие. Вот такая одна часть у меня получилась уже. А вторую часть, для примера, для вас заполню черной ручкой. Вот такие листики у нас с вами получились. А теперь займемся стебель. Стебель заполним графикой, чтобы он выглядел очень выразительно. И сделаем это достаточно темным цветом. Где листики крепятся к стеблю, там делайте гораздо темнее. Вот такой стебель у нас получился и растение. А теперь приступим к заполнению графикой стрекоз. У меня будет одна стрекоза синяя, одна черная. Поэтому возьму синюю ручку и светлыми узорами заполню крылья стрекозы. А ее глаза и тело будут темными. Наши стрекозы готовы. А теперь приступим к раскрашиванию нашего цветочного горшка. Так как само растение у нас получилось достаточно светлым, то цветочный горшок мы сделаем темного оттенка. Поэтому здесь мы будем использовать больше элементов, которые будем закрашивать. И начну я закрашивать с окошек. Буду оставлять маленькие отступы на переплетение между окнами и раму вокруг окна. А теперь мы обведем толстой линией наш лесенки. Чтобы сделать толстую линию нужно водить ручкой по одному месту несколько раз. Но стараться не черкать, а водить плавно. Тогда ваша линия получается более темной, а следовательно более ярко выделяется на фоне. Так же поступлю и с верхней частью горшка. А теперь приступим к заполнению узорами основной формы горшка. Ее я заполню формой, напоминающей каменную кладку или кирпичики. Итак, мы заполнили некоторые области такими прямоугольными кирпичиками, а все свободное пространство мы с вами просто закрасим. Закрашивать можно разными способами. Например, как лестницу мы можем закрасить все обычными прямыми штрихами. Особо уделяйте внимание пространству между кирпичиками. Если вы постараетесь сделать его темным и аккуратным, то ваши кирпичики не потеряются. Вот такая выразительная лестница у нас получилась. А теперь покажу второй способ заполнения. Он более художественный. Вы можете заполнять, рисуя какие-нибудь интересные спиральки или кружочки. Главное рисовать их очень близко к друг другу, чтобы у вас получался темный тон. Вот такая получилась у меня одна часть нашего прекрасного дома-горшочка. А вторую часть я заполню зигзагами. Зигзаги могу рисовать в абсолютно разные стороны. Главное, чтобы они лежали близко к друг другу. Тогда они образуют достаточно темный тон, чего нам и нужно. Пространство между кирпичиками можем закрасить наиболее темно. А теперь, ребята, займемся фоном. Для того, чтобы оживить наш фон, мы добавим нашему растению небольшие лесенки, по которым должны будут собираться жители нашего маленького города. Как они будут выглядеть? Это будут просто тоненькие линии. Одна и ее повторяющая. Вторая, которая находится на небольшом расстоянии от нее. И линии мы с вами связываем перекладинками, то есть лесенками. Вот такие лесенки у нас получились. А теперь, ребята, добавим следы от стрекоз. Пусть стрекозы у нас тоже летают и оставляют такие своеобразные пунктирные следы. Внизу, ребята, при помощи синей или черной ручки я нарисую своеобразные камешки. Это будет у нас дорожка, на которой и стоит наш дум цветок. Их я рисую в форме таких спиралек. Это просто овалы разной формы, которые я располагаю близко друг к другу. И таким образом заполняю все пространство. Ребят, вот такой прекрасный декоративный цветок рисунок нашего растения у нас с вами получился. Он одновременно и очень похож на то, что растет у вас дома и одновременно наполнен вашей фантазией и вашими интересными задумками. А для особо любознательных у меня, как обычно, есть еще одно маленькое, но очень приятное задание. Я рекомендую вам посмотреть мультик моего детства, который называется «Дюймовочка». Снять мультик по сказке очень известного детского писателя, а какого именно, это вы мне расскажете сами. Посмотрите, как в этом мультике художники создали из растений целый мир, который населяли различные сказочные существа и насекомые. Я желаю вам творческих успехов, желаю вам вдохновения и увидимся на следующем уроке.